Добрый день, друзья! Меня зовут Георгий Афанасьев. Я основатель проекта «Лесные сады». И в целом наш проект посвящен работе с живыми системами, проектированию и работе на нашей территории и советы, которые мы даем владельцам других территорий. Но сегодня я хотел поговорить о сложившейся такой ситуации, связанной с формированием закупок быстрых, которые люди делают. Кто-то сахар покупает, кто-то другие продукты. Мы тоже отреагировали на это и делаем такой проект, который называется «Умный запас». В двух смыслах. Самый основной смысл – это, что умный человек сделал запас. Но я хотел некоторые мысли об этом рассказать, которые, может быть, будут вам полезны. Первый момент, на который я хотел обратить внимание, то, что если вы столкнулись с тем, что огромные очереди за каким-то продуктом, то, скорее всего, вы опоздали. Ну и, собственно говоря, нужно ли включаться в эти очереди, там, биться за какой-то товар. Возможно, что не стоит этого делать уже сейчас. На самом деле, нужно посмотреть на те продукты, по которым очередь может возникнуть завтра. И вы можете свободно подойти и купить их, и сделать какой-то запас, если он вам нужен. Вот. Это очень важный момент, потому что, ну, если там, не можете сейчас купить сахар, эта ситуация, я надеюсь, скоро разрешится, и благополучно все смогут иметь доступ к этому продукту. Вот. Но не нужно биться, там, за последние 5 килограмм этого сахара. Это ничего не решит, кроме, так сказать, создания такой ситуации, когда можно войти в конфликт с этими людьми, с которыми, так сказать, имеют большой опыт формирования очередей. Вот. И драк в них. Поэтому первый момент, как бы, да, то есть, если возник дефицит, то, в общем, ну, это не ситуация для запаса. Потому что цены уже высоки, все нацелились на то, чтобы его приобрести, и вы неумный запас. Да, то есть, скорее всего, то есть, это глупый запас уже, который вы... Теперь совет состоит в том, чтобы посмотреть на следующие этапы, да, если они будут разворачиваться, какие продукты сейчас в свободном доступе, и они вам нужны. И второй совет, как бы, да, состоит в том, что, конечно, запасать нужно только то, что вы можете использовать, и у вас есть опыт работы с этим. И то, что имеет интеграцию с вашими кулинарными способностями, и в целом, как бы, вы можете это в течение какого-то периода обозримого действительно использовать, если он не потребуется как запас. Вот. Ну, здесь, например, там, если чай, да, вот мы говорим, так сказать, к примеру, сейчас можно приобрести 5 или 10 килограмм чая очень хорошего, там, цейлонского или китайского чая. Если вы такой объем купите, то он будет дешевле, чем вы покупаете в пачках. Вот. Ну, никто не знает, что это будет с чаем, так сказать, да, и, так сказать, даже если не будет его дефицита, то есть, такое приобретение, это хорошее вложение денег, скорее всего, цена все-таки вырастет. Да, то есть, есть два параметра, да, для запаса. Первое, это, ну, как бы, вообще получить продукт, потому что может его не быть. Второе, так сказать, да, получить его по цене, которая сейчас, а, так сказать, не в два раза дороже, которая может быть чуть позже, да, по разным обстоятельствам. Поэтому, иногда мы, вот, третий совет состоит в том, чтобы запас должен быть выгоден и в момент его формирования. Ну, например, как я рассказал, то есть, вы берете по, там, мелкооптовой цене и прямо сейчас это дешевле, чем, так сказать, фасованные в отдельных пачках. Ну, просто понятно, потому что это не связано с упаковкой, с дорогостоящим, так сказать, фасовкой и так далее, со всеми процессами, которые отсутствуют в этом. Вот, и продукт, который будет, там, четыре года храниться у вас, если вы обеспечите ему нормальное место хранения. Вот, и дальше он будет только, ну, вот, в зависимости от цен и инфляции какой-то, он будет только дорожать. Вот это, это и есть умный запас. То есть, посмотреть на те продукты, которые нужны, которые вы можете в мелком опте сейчас получить, получить с выгодой прямо сейчас. И, соответственно, эта выгода может умножаться, если произойдут дефициты или рост цены. То есть, два фактора, ради которых, так сказать, делаются запасы. Они разные, так сказать, по мотивам, то есть, по уровню страха. Кто-то боится остаться просто в ситуации дефицита и голода, так сказать, или дефицита важных средств, типа лекарствам и каких-то еще. Кто-то просто хочет, ну, понимает, что он сегодня может купить, там, килограмм, а на эти же деньги через какое-то время может купить, так сказать, полкило, да, и вот он хочет, ну, собственно говоря, просто правильно выложить деньги сейчас, потому что они у него есть, и конвертировать в те продукты, которые нужны ему в течение ближайшего года, например. Вот. Есть какие-то вещи, которые носят характер безопасности. Ну, вот, когда люди говорят, ну, надо будет продержаться, значит, да, поэтому и здесь включаются совсем, ну, продукты, которые мы обычно не рассматриваем как основные в нашем обороте кулинарном. Ну, к примеру, так сказать, все бобовые, там фасоль, именно бобы разного вида, так сказать, там маши и все остальное, они высокобелковые еда, вот, высокобелковые крупы, и, соответственно, они очень хорошая поддержка в ситуации, когда, ну, требуется вот действительно обеспечить себя, там, едой, калориями, но не углеводами уже, так сказать, да, то есть это здесь не просто, так сказать, а именно, так сказать, нормальным белком для того, чтобы жить, работать, как бы чувствовать себя хорошо. вот, в целом, как бы, это, можно сделать запас, это не так, ну, и дорого сегодня, так сказать, то есть это, в общем, имеет смысл это приобрести. Здесь, тоже важный совет, как бы, да, связанный, ну, чуть дальше, еще я буду делать серию видео, видео, которых буду показывать, какие способы хранения, как бы, с разными товарами, потому что, мне кажется, это нужно сейчас, как бы, какая-то общая мысль, пока что, какая-то общая идеология должна быть понятна, зачем, ну, зачем это делать, и что это, как хранить. Вот, например, по тем же самым крупам, так сказать, да, купили ли вы там гречку, рис или фасоли, так сказать, разные виды, и в этом списке, наверное, она, как бы, там, приоритетнее, потому что она гораздо более, по содержанию белка, так сказать, превышает все остальное. Очень важно правильно хранить, потому что, моль, жучок, это спутники всех этих круп, и они, там, появившись, могут заразить, как бы, все ваше хранилище. Поэтому, небольшие пластиковые контейнеры, которых у вас изолировано отдельные виды круп. То есть, понятно, что отдельный пакет, так сказать, там, бессмысленно, помещать какой-то пластиковый контейнер, но хотя бы, так сказать, чем меньше у вас объем, который вы храните, изолировано, тем, так сказать, вы лучше разделяете риски потери всего, потому что, ну, обычно в хранилище не заглядывают каждый раз, каждый день, так сказать, чтобы проверить, вот, и вы можете пропустить, там, цикл размножения, буквально, там, неделя, как бы, да, у насекомых, и они могут каскадно, как бы, да, размножиться, и поесть, ну, так сказать, все ваши запасы, превратиться в ничто. в старые времена люди еще прогревали, перед тем, как отправить на хранение, сейчас этот навык уже совсем потерян, там, при нагревании до 50 градусов, например, целый ряд насекомых, которые уже каким-то образом заражены, ими, так сказать, личинками, значит, ваши крупы, они погибают, вот, а сама крупа не переходит в стадию приготовления, да, для этого хорошо, кстати, подходят именно не, там, печи, так сказать, слабой регулировкой, а вот такие вот сушилки, в которых вы вставляете дробно, значит, температуру, и если у вас небольшой объем какой-то, то это имеет смысл, конечно, сделать, для того, чтобы сохранить, вот, ну, и в целом, как бы, что в завершении, как бы, я хочу сказать, что это будет серия таких небольших видео, про запас, хотел сказать, что самый лучший запас, это, конечно, то, что может воспроизводиться, поэтому, если у вас есть желание, навык, работать с растениями, то, не забудьте о семенах, которые сейчас можно еще приобрести, и подберите то, что вы действительно хотели бы вырастить, вот, стоит вспомнить, конечно, о старых сортах, которые отличаются от новых тем, что семена их схожи, схожи, и семена дают такие же свойства, как и свойства материнского растения, вот, а не гибриды F1, у которых происходит резкое расщепление, и, так сказать, во втором поколении вы не получите ничего, никаких преимуществ, которые были у материнского растения, поэтому, если есть возможность приобретать растения, именно сортовые, так сказать, не гибрид, лучше сейчас покупать их, вот, ну, опять же, это для тех, кто понимает, что, самая главная безопасность состоит в том, что, если у вас в руках есть способ производства, а не хранения произведенного, вот, но я понимаю, что это не доступно, может быть, всем, так сказать, да, и не каждый готов этому посвятить время, в силу своей профессии, занятий, поэтому мы будем рассказывать, в основном, как бы, про способы хранения, про умное хранение, так сказать, да, вот, и отчасти, как бы, в других своих местах, таких, в проекте Азбука растений, мы рассказываем для тех, кто хочет разобраться и с культурными, и с дикорастущими растениями, с точки зрения их возможности использования для поддержки своего здоровья, своей жизни, и здесь я хочу сказать, даже вот в ситуации такого беспокойства, которое сейчас возникает, что я никогда не рассматривал работу с дикорастущими растениями, с точки зрения борьбы с голодом, что это то, что вот нужно знать для того, чтобы выжить в ситуации возможного там дефицита, или чего в основном. Я считаю, что дикоросы, которые мы часто описываем, вот, и в Азбуке растений, они там до 80% наверное будут занимать, это лучшее, что есть в мире, из того, что нам доступно, в силу того, что их генетический код с сортовым отбором не нарушен, они продолжают концентрировать микроэлементы, витамины, как они привыкли это делать для своей жизни, и соответственно, они устойчиво самовоспроизводятся, и могут эту способность с нами поделиться. то есть очень важно, что они заботятся о себе, и могут позаботиться о нас. В основном, культурные растения требуют от нас заботы, вот, и, конечно, это возникает большой вопрос, как бы, могут ли они в отмеску заботиться о нас. Ну вот, два проекта, умный запас, и Азбука растений, которые мы реализуем, ну вот, в ответ на, наверное, той ситуации, которая сейчас происходит. До встречи! Я хочу сказать, что в обоих из них можно участвовать, вот, и надеюсь на сотрудничество.